Субтитры делал DimaTorzok Каждый год и... Для начала сбиваю эти гранаты, чтобы им неладно было. Первая пошла как по маслу, со второй повозюкался часа полтора. Но самое главное, что я в итоге победил их и отцепил. После взял правый привод, тот который потолще, все лишнее с привода спилил и распилил ровно пополам. Получились две безнадежные на первый взгляд железки. На своем грузовом автомобиле привез с металлокассы кучу труб. Распутав веревки со своего самодельного багажника, скинул трубежки на травоньку зелененькую. Взяв одну и затащив ее в мастерскую, отмерил полтора метра и отпилил с использованием уши. Кстати, трубу подобрал равную диаметру привода. Запихав внутрь привод, приварил, обварил накрепко. Просверлил несколько отверстий, чтобы усилить соединение. С противоположной стороны провожу такую же процедуру. Получился очень длинный привод. Этот привод, как и полагается, оснастил двумя гранатами и новыми пыльниками. Примеряю ступицы и вымеряю еще одну трубу. Отметил, распилил в нужный размер, после чего взял толстостенный уголок. Также разметил. Два отрезка по 15 сантиметров. Приварил отрезки уголков ровно по центру к торцу трубы с двух сторон. Опять все примеряю и выставляю ровный угол между трубежками и ступицей. Разметив отверстие, сверлю 12-м сверлом. Для более надежной конструкции привариваю пластины и также сверлю отверстие. После долгих и нелегких заколачиваний, подгонов и другой чепухи, которую я вам не показал, первый элемент готов. Дальнейшая работа будет происходить на улице. Но для этого надо взять своего зверя. Очень огромную болгарку от компании Лепсе. Интересно, куда я ее задевал? Наверное, я знаю, где она. Точнее, у кого. Да, так и думал. Нашли, чем играть. На самом деле, этой болгарке вообще пофигу. Вода, песок, медные трубы. Она переживет все. Уже где она только не была. Это болгарка от русского производителя компания Лепсе. Мощность 1800 ватт. 230 диск. Есть с плавным пуском, есть без плавного пуска. Охренительный провод. Не побоюсь этого слова. Прям зачетный. В руке держать очень удобно. Не раз выручала. Сейчас опять она меня выручит. Если вы ищете такую большую болгарку, то обязательно посмотрите. Ссылку оставлю в описании. Оставшиеся трубы, которые остались, начал фасовать и размечать на нужные по размеру. Четыре трубы, самые длинные, вымеряю по три метра. Две по полтора. Еще две по два метра. С помощью рулетки и куска наждачки все перемеряю на сто раз. Шанса на ошибку у меня нет. Взяв в руки свою большую болгарку, начинаю шинковать эти соломинки. Именно так они выглядят на фоне моей болгарки. Все размеченное напилил. И следом зацепил еще две трубы. Равные диаметром, одна внутренним, другая наружной. Напилякал их примерно по 20 сантиметров плюс-минус. Получилась гора одинаковых отрезков. Приступил к самому мучительному. Первая труба. Зажав тиски, размечаю отверстие под тонкую трубу. Выпиливаю, вставляю, привариваю. Обязательно соблюдаю угол 90 градусов между сваренными кусками труб. С противоположной стороны делаю то же самое. Самое главное, чтобы отрезки, которые я приварил, имели одинаковый угол. Иначе удачи не видать. Беру следующую трубу, самую длинную, таких 4 штуки. В нее всовываю отрезок трубы и привариваю по окружности. Своей самодельной приспособой обрабатываю внутренний диаметр трубы. А УШМкой снаружи по максимуму сглаживаю косяки. Также усиливаю боковым сварочным швом. Таким макаром делаю все 4 длинных трубы. Теперь дальше. Вот из такого толстостенного, ну совсем толстостенного, из большого уголка отрезаю 2 части примерно, сейчас буду вымерять, примерно сантиметров по 50. Вытащив все на улицу, размечаю все, расстелив на полу. К отрезку уголка привариваю 2 трубки под определенным углом и заранее зачистив их на шлифовалке. По сути все готово, сейчас все покажу. 4 трубы по 3 метра с внутренней трубой с двух сторон. Привод удлиненный, 2 ступицы, 2 короткие трубки, 2 двойника из уголка, 1 штанга крепления и 2 трубы вот такой формы. Осталось все собрать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким вот непростым способом я сделал разборный каркас для качели. Все подшипники скрыты под пыльниками, поэтому никогда ничего не заскрипит. Если вдруг придется заменить подшипники, это будет сделать очень просто. Из уголка делаю рамку для будущей сидушки, сварив их ровно под 90 градусов. Из профильной трубы 25-й делаю спинку. Из тонкой трубы делаю ручки, согнув их с помощью своего нового забора. Всю конструкцию зачистил. И из 20-й доски напилил дощечки для будущей сидушки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все приварил на привод. С помощью металлолома выставил по уровню и приварил в 4-х местах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА